Нормально. Господа, переходим к следующему нашему гостю. Парчик, пожалуйста. Приветствую. Честно говоря, со следующим стихотворением мне страшновато читать, потому что, во-первых, оно длинное, во-вторых, немножко несовременное, хотя и не в классику, оно в средневековье укашивает. Это рассказ. Рассказ называется «Подлец». Из засыпающихся бумаг, из древних волшебных книг выходит двое. Выходит маг и я, и его ученик. Мы долго шагали по экумине. Когда выводили крыс, когда истолковывали знамения за мясо из экумыс, когда ловили тупую нежить, когда вызывали дождь, когда помогали ловить и вешать, когда исцеляли лошадь. Мой маг — скрывающийся шаман, ведун и колдун, ведьмак, а я такой же, факир, шептун, не мастер, а просто так. Ему, наверное, двадцать пять. По-нашему он старик, а мне пятнадцать, и я стрелять умею, но не привык. Однажды вышло, вошли в село, и пылью теря с лица учитель молнил, «Я чую зло, опасного подлеца». Я тоже принюхался, но не мог пока что учуять зла. Зато почувствовал дым и смог. Подъемка его несла тайком из города. Площадь, где собрался большой совет, толпа беснующихся людей, мелькание, крики, свет. «Пойдем, послушаем», — молвил он, и сделал старинный знак. Знак называется «Авалон». Никто никогда никак теперь не мог обнаружить нас. Послушаем, подойдем. А там на площади кат как раз прочнее прибивал гвоздем кого-то к вибрирующей стене судилища. Все кричат. И факел, и факел, и все в огне. Стенание, крики, чат. «Послушайте», — пыжится голова, размахивая мечом. «Ну да, промечивые слова, но женщина ни при чем. Какая ведьма, о чем вы все? Не слушайте вы, папа. Ведь так же можно буквально всех. Ну, заячая губа, ну, это родинка на щеке, ну, глаз, непонятный глаз. Ну, а несчастном растущике мог ляпнуть любой из нас. Да чтоб ты сдох. Да, я знаю, да, о мертвых нехорошо. Но и спустил он последний вздох, зарезанный и ножом. Так что же ведьма? Ну, что она и где тут ее вина? Ведьму корчит. Ее стена практически не видна отлюда. Мучается, кричит, распятая на доске. Ногая будто вот-вот почит. Всей жизни на волоске. И люди кричали, срывая в хрип крестьянские голоса, Пока горбатый седой старик не вымолвил. А в леса. Изгоним ведьму, и пусть она уходит за данцы кляй, Туда, где истины не видна. И маг повелел. Стреляй. Я снял с преча деревянный лук, Стрела, тетива, рука. Я сердцем чувствовал сердце стук, Я целился в старика. Да нет, усмехнулся мой маг. И ты неправильно выбрал цель. Ты думаешь, правильно будет так? А ну-ка, еще на цель. Я взял другую свою стрелу, Пристроил на тетиву. Слепую, словно в потеплу, Прицелился в голову. И снова мимо, Поправил он По женщине у стены. Я выстрелил. Тихий, последний стон. Убитая без вины? Спросил я маг, Когда мы с ним уходили за данцы кляй. Да нет, ты что это? Стал раним? Пожалуйста, объясняй. А ты подумай, и все поймешь. О будущем мы о ней. Она же ведьма, А не умрешь, так станешь еще сильней. Ее прогнали на много лет За порчу и ведовство. Пойдет зима, И на их земле не станет ни одного Живого целого, Кто не бит, имеющего пятак. И даже если она простит, Все будет примерно так. А тут и дети, и старики, И многие не со зла. Так пусть же магию по-людски Он носит твоя стрела. Из засыпающихся бумаг, Из древних волшебных книг Уходит двое. Уходит маг и я, И его ученик. Спасибо! Парчет! А как вы называете? Падлет! Падлет! Хорошо. Ну, если кто-то хочет что-то сказать, Говорите. По-моему, Абжет достаточно профессионально исполняет. А? Елена, иди сюда, Ты следующий будешь выступать. Елена Кочаровская, пожалуйста. И скажи пару слов. Андрей, если... Давай так, У тебя когда будет возникать что-то, Да, Андрей? Тогда ты говори, Мы с тобой будем... По-моему, У меня всегда возникает. Ну, Ну-ка скажи, Пусть он сначала скажет. Мне показалось интересной поэзией, Но... Тихо! Да? Показалось интересной поэзией Это все. Правда, Я в магах и ведьмах не очень. Мне кажется, Что это все выдумки какие-то. Это проза была? Это проза была? Ага. А вроде бы лимкова, да. Дело в том, Что корпус ритма и рифма имеется, Воздействует уже даже если смысла нет. Вот некоторые поэзеры забывают, Почему-то расширяют определение поэзии до бесконечности, А ритмы и ритмы, Они воздействуют сами в песне. Тебе понравилось? Нет смысла. Симпатичная вещь, Но, по-моему, Весьма пространная. Ее надо, наверное, сократить чуть-чуть. Такое ощущение возникло. Ну, Глаза, В котором можно, Если ничего, Была, Такие вот... Есть, Хочешь что-то сказать, Андрей? Нет, Я просто слушаю, Что из зала говорят. А что говорят из зала? А говорят, Что в балладном варианте. Что-то объедение. Сейчас вот еще Лена Кочаровская скажет. Нет, Я просто читала стихи Андрея. Они достаточно, Ну, Интересный, Хороший, Сильный поэт. И меня удивило здесь две вещи. Когда идет симбиоз балладного варианта. И Вия на пудре, Да? То есть, Вечера на пудре близки каньки. Вот это полдарение, Когда идет голова, Да? На самом деле, Да, Вы правильно поймали. Сразу, Сразу возникает именно, Вот, Огонь. Но это где-то больше венгрии. Ну, Хочу просто, Заметить, Что вот в этом проекте, Даже если ты кого-то читал в интернете, И вот для тебя сильный поэт. Вот то, Что он здесь сделал, И не всякий сильный поэт, Все, Что он пишет, Является абсолютно, Там, Априори гениальным. И так далее. Ну, Все. Елена Кочаровская, Пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok,